Наборы карандашей, ручек и фломастеров, пластилин, тетрадки, дневники, портфели. Казалось бы, мелочь, но в семье Бондарук таким подаркам безмерно рады. От многообразия презентов у девятилетнего Артура глаза разбегаются. Его обычный будний день неожиданно стал праздником. Все подарки, обладателем которых сегодня стал этот мальчик, были куплены многими неравнодушными брещанами в ходе акции «В школу с добрым сердцем». Спасибо, что вы пришли в нам, уделили внимание. Мы очень рады. И Бог вам помощь, да? Ангела-хранитель на дорогах. Первый раз, да. Нам никогда ничего никто не дарил. Волонтерам движения «Доброе сердце» удалось приятно порадовать 30 семей, проживающих в Ленинском районе города. Среди тех, кому повезло выбирать принадлежности к школе, 11-летний Илларион Скорняков. Он, как и предыдущий герой сюжета, не ожидал прихода гостей, а потому был приятно удивлен. К слову, волонтеры отмечают, с каждым годом становится все больше неравнодушных брещан, подключающихся к благотворительным акциям. Брещан, готовых дарить добро и помощь, безвозмездно. Первостепенно ребятам приятно, что им уделяют внимание. И, конечно же, в первую очередь это внимание наших волонтеров. Уже второстепенно это и канцелярские принадлежности, ну и определенная помощь к школе. Вот мы и консультируемся с родителями ребят, что им в первую очередь необходимо. Ну и стараемся точечно такую помощь предоставлять. Очень многим малоимущим семьям помогаем, вот такой вот помощью, которые не могут себе позволить купить канцелярские товары для детей в школу. Поэтому маленькая помощь, которая для нас незаметна, но для них это очень большая поддержка и помощь. Координаторы волонтерского движения говорят, что акция не завершается с началом учебного года. Она будет действовать и нынешней осенью. Потому, если вы вдруг заметите в торговых объектах города ребят в красных майках с надписью на груди «Доброе сердце», подходите и присоединяйтесь к инициативе добрых дел. Ведь, согласитесь, даже самый недорогой и скромный подарок способен вызвать радость, улыбку и смех, а его обладателя сделать пусть чуточку, но богаче на заботу и внимание. Продолжение следует...